добрый вечер добро пожаловать ленинградскую область чемпионат россии двигается с космической скоростью и судя по всему старается стремиться к ее четвертой стадии ведь вчера уже стартовал очередной тур 26 по счету ну а здесь и сейчас в гости в сосновый борг местным динамовцам приехала белорусская команда шахтер из города солигорск фанрука юнов который так ярко проявил себя в предыдущей встрече против белгорода вновь стартовом составе я думаю фанук конечно постарается воспользоваться максимально предоставившимся шансом но здесь как мы видим классная комбинация проходит у шахтера марченко вылетает из 6 зоны атакует на чистой сетке классический пайп и 3-3 на табло кубинский центральный блокирующий фиэль со своим стандартным планером атака через центр сетки но все-таки есть защита у белорусов и повторная атака на этот раз максим богатку уже в четвертой зоне приходится ему скидывать передача была неудобная но здорово на задней линии действует все тот же фиэль и двойной блок закрывает не закрывает а смягчает александра сафонова денис шенкель стучится тоже в руки блокирующих пытался отыграться бирюков от блока в аут никто же поставит точку очень много скидок мы видим в этом розыгрыше самый длинный во всем матче все заканчивается вот так вот мяч просто падает на площадку и совсем никто не пытался его поднять андрей марченко не попадает в площадку урка юнов великолепная подача центрального блокирующего и сразу фрибол возникает на стороне хозяев площадки бирюков новь на организованном блоке его смягчают передача совсем плохая у курша получилось но посмотрите какая защита ногой от алексея и все-таки должен ставить точку именно волейбольный клуб динамо дмитрий каленковский зарабатывает 11 очков плюс 4 и это при своем приеме тем не менее у шахтера есть защита вновь отмечаем кстати вот то что центральный блокирующий 5 зоне от защищался ну и кто поставит точку как много оставили линии не поверил денис шенкель я так понимаю что сумеет в линию перевести из этого положения богатку ну там добрых метра полтора то едва для того чтобы выполнить подачу уж не знаю останется ли например для задней линии далекая таких соображений но нет смысла гадать все увидим пока что смотрим как константин тюшкеевич атакует по рукам блокирующий и зарабатывает во первых 15 очков вторых еще одну возможность для своего одноклубника выполнить подачу понимал на простановку что связующий находится на передней линии но сложно и здесь было что-то придумать динамовцы ведь они не закрыли стык и как раз в него александр сафонов и проходит не пользует динамо поэтому если чего-то не было нет смысла игру дробить на какие-то малюсенькие части значит мяч шахтер на без атаки остается как раз для того чтобы 9 расстановок подряд было три нападающих у сетки проводится двойная замена просто не совсем годится поэтому конечно виктор бекша сам прекрасный в прошлом блокирующие старается активно все эти нюансы учитывать еще один блок динамо какой же это уже по щеку результативный блок от волейболистов белом волейболист будет выполнять подачу хотела я сказать будет продолжаться сет но как мы видим андреев сразу с первой попытки мяч улетел ваут 25 16 первый сет остается за динамовцами из соснового бора по ширине каюма до этого ошибся по длине ну а курс на себе подает выловича который все-таки отыгрывается от блока ваут и таким образом первое очко для своей команды зарабатывает на уровне 80 или 70 процентов ну мечтать о большем наверно не приходится но при этом бить и два брейка заработали белорусы именно на подачах в этого игрока но тут конечно есть нюансов в том что абсолютно дело было не в приеме там атакующие не справлялись со своими действиями смотрим на его подачу так и не придумал марка ивич как же этот мяч обрабатывать слишком уж неудобная высота была для приема 6 6 снова играет сургутом но также будет играть белгород новую рингой который федлайн это у нас последние туры забивает красиво атаку максим богатка посмотрите как здорово 4 по 4 укладывает этот мяч дополнительно и как-то проговаривать то что уже говорилось 100 раз нет нужды невысокий волейболист с великолепным прыжком и классной общей игрой но все равно то на организованном блоке с краю ему будет гораздо сложнее атаковать если центральные блокирующие своей команды не будут выдергивать соперников сетки пытался денис шенкель этот мяч ногой в игре оставить сделать это не получилось не останавливается алексей курош и ну даже вот как мы видим уже из глубины он ищет своих центральных блокирующих заборовский ну вот откуда вынужден пасовать курош и разумеется это будет подразумевать и высокий мяч и организованный блок прошел прыжняком переднюю линию теперь на подачи не рискует хотя вроде бы совсем другом говорилось тайнауте и вот почему потому что вот с такой подачи будет заводка играть через центр сетки словом асько остается на площадке будет сейчас пробовать задней линии помогать своей команде авдоченко забивает не было ли заступов при атаке но нет никаких силы движения от тренерского штаба динамо грюков снизу обрабатывает этот мяч передачи какая далекая широкая за спину откуда-то из-за головы выгребал этот мяч шенкель но шенкель потерпел и постарался мяч в игре оставил а вот масько решил что не стоит мелочиться и нужно рискнуть попытаться попасть по блоку в мяч далеком ауте но конец партии уже наступил касание сетки не было 25 21 2 0 динамо впереди перед началом сезона и уже тогда стало ясно что эта команда которая будет обязательно бороться за плей-офф потому что ну то во первых есть супер классный связующий во вторых они неплохо усилились меж сезонья до игровка тоже симпатичная все просто играет классно как играли и например несколькими днями ранее против белгорода ведь тот матч был тоже такое в копилку классных игр в волейболе к сожалению не бывает ничьих поэтому кто-то должен был один победить это тоже больше играть дома динамо из ленинградской области не понаслышке знать что это такое фанур каюмов и его эйс третьем сете фанур традиционно классную подачу выполняет и ищет варианта алексей кураш и не находит их андрей марченко стучится блок первую партию 29 31 примерно такой был счет ну и все на этом собственно матч закончился можно так сказать от блока в аут вроде бы были какие-то небольшие намеки на борьбу в карте под номером два но и посмотрите что происходит после перерыва сегодня тайм-аут это совсем не инструмент для игры это еще один эйс после тайм-аута уже на этот раз от дениса бирюкова редкая доводка в исполнении шахтера обманный удар константина тюшкевича который пополняет свою копилку результативных атак и какие-то мимолетные свои всплески сожалению для них только так хорошая защита в линии ванка зицын здорово 6 зоне ведь отмечала я что фиэль защищался позиции наоборот 5 а фиэль защищался в 6 зоне скримов и его подача посмотрим на доводку но она есть и великолепный перевод в линию от андрея марченко не просто ему здесь было но он справляется с блоком динамо ведь обратно менять то не хочется денис бирюкова практически в третьей зоне атакует будет у нас повтор посмотреть серьезная такая пауза перед подачей у егорова посмотрим на атаку сергея пиранин он узко узко ему пасует нигита борчиков понятно что сергей левша но вот раз за разом он приходит в ту точку где его ждут два блокирующих марченко рискует обман на удар от бирюкова не проходит в москву успевает стык между блокирующими артем но здесь тройной блок перед денисом и это абсолютно никакая не преграда для капитана сосноводорского клуба сафонов шишкин на третий метр доводит владимир и сергей пиранин не забивает тем не менее мяч все еще в игре еще одна попытка но передачи неудобно пришлось так аккуратненько сохранять этот мяч в игре вроде бы сергей пиранина получилось как-то даже наилучшим образом для него и для его команды я при счете 1924 что может сделать артем для своей команды выбить из приема бирюкова который все равно доводит мяч до борчикова еще одна попытка атаки динамовцев и этот удар стримов который ставит . в сегодняшнем матче 25 19